Привет моим подписчикам и гостям моего канала! До нового года осталось уже не так много времени и я подготовила для вас новогоднее меню. У нас будет курица замаринованная в кисло-сладком соусе. Также у нас будет три новогодних салата, украшенные по-новогоднему. Очень вкусная и быстрая закуска. И очень вкусный немецкий рождественский торт. А мы приступаем к приготовлению. Начнем мы его с курицы. Все, наверное, уже привыкли больше всего к рецептам, которые связаны либо с майонезом, либо со сметаной. Это довольно простые и очень вкусные рецепты. Но я хочу вас познакомить сегодня немножко с другим маринадом. Он у нас будет кисло-сладкий. Но его самый большой плюс, что курица будет безумно сочной. Вы посмотрите, с нее течет сок. Добавляю 2 столовые ложки самого обычного кетчупа. 5 столовых ложек соевого соуса. 1 столовая ложка меда. Также я добавлю 2 чайные ложки сушеных специй. Красный перец обычный и немножко копченого. Немножко соли. Лучше всего, если вы будете соус пробовать. И 1 столовую ложку лимонного сока. Наш маринад готов. Осталось его тщательно перемешать. И будем наносить на нашу курочку. Из курицы я вырезаю лишний жир и кожу. Смазывать курицу надо не только сверху. Но и добавлять несколько столовых ложек внутрь курицы. И также хорошо ее промазывать. В курицу убираем мариноваться. Часика на 2. Чем дольше она маринуется, тем сочнее она будет. Запекать я буду ее на овощах. Почему же все-таки стоит ее мариновать? Все знают, что соевый соус и лимонный сок очень хорошо маринуют мясо. И даже самое жесткое мясо от него может стать мягким. А тут курица. Курица сама по себе. Очень нежное мясо. Но куриная грудка в курице все равно всегда может оставаться сухой. Поэтому если вы ее чем дольше маринуете, тем куриная грудка внутри будет сочная и безумно вкусная. Запекала я при 180 градусах чуть больше часа. Зависит от того, какого размера ваша курица. В среднем курица запекается от часа до полутора. Проверить готовность курицы можно либо ножиком, либо вилочкой. Но если вы ее проткнете и, как сказать, красный сок не будет кровяной выходить, то значит ваша курица готова. А мы приступаем к салатам. Первый салат у нас будет варежка Деда Мороза. Этот салат будет рыбным, но очень вкусным. Такой салат украсит абсолютно любой новогодний стол. Нам понадобится отварной рис. Также мелко нарезать яйца. Я использую тунца в масле. Можно использовать горбушу. Крабовые палочки нужно почистить. Верхняя красная часть нам нужна для украшения. Все остальное измельчаем и кладем в салат. Все ингредиенты в салате примерно одинаково по объему. Добавляем майонез по вкусу. Солим, перчим, если нужно. И хорошенько перемешиваем. Наш салат готов. Остается его только украсить. Для начала салат нужно выложить в форме варежки. Итак, варежка у нас получилась. Нашу варежку нужно смазать майонезом. Чтобы крабовое мясо хорошо приклеилось. Если этого не делать, то крабовое мясо может слететь. Я начинаю выкладывать сверху вниз. Далее выкладываю большой палец по краям и серединку. Вот так выглядит наш салат. Он практически готов. Далее можно использовать обычный сыр. Либо плавленый сырок. Натереть на терке. Им будем украшать. Именно когда украшаешь плавленым сырком, напоминает такую меховую варежку. По желанию майонезом можно нарисовать узоры. Ну вот и все. Буквально на украшение нашего салата ушло 10 минут. И такая красота у нас получилась. Так как следующий год у нас год тигра, то, конечно же, застолье не может обойтись без такого красивого салата в виде тигра. Он сразу приманит как вам как удачу, так и настроение, конечно же, поднимет. Украшать его довольно просто и легко. Получится абсолютно у каждого. Салат у нас будет оливье. Можно использовать и делать абсолютно любой салат. Но почему я делала с оливье? Во-первых, с ним работать намного проще. Так как я сначала приготовлю его полностью, заправлю. Затем буду украшать. Можно делать любой другой салат в виде слоев. Тоже очень практично и очень удобно. Если вы хотите какой-то другой салат, у меня на канале есть очень много разных салатов, которые делаются слоями. Но для меня именно Новый год это оливье. Оливье еще такая красота. Это идеально. Поэтому я уже отварила, все нарезаю кубиками. Так как я не буду делать слоями, я не буду натирать на терке. Я люблю кусочками. На украшение тигра нам понадобится морковь и яйца. Их нужно будет потереть на мелкой терке. Для украшения яйца нам нужны без желтков. Желтки вытаскиваем и отправляем их в салат. Для украшения салата сверху нам понадобится мелко нарезанная вареная колбаса. Также понадобится немного огурчиков, тоже мелко нарезанных, маслин, яйца и морковь. Все, ни про что не забыла, все ингредиенты назвала. Итак, готовое оливье я выкладываю сначала в круглую форму. Затем будем уже дорабатывать подбородок и ушки. Итак, я выложила форму, его утрамбовала. Сейчас я вытащу форму и буду дорабатывать подбородок и ушки. Подбородок должен быть немного выпуклым. И ушки тоже должны быть немножко объемными. Так, форму тигру мы уже придали. Далее, основа, где у нас рот и окончание носа, мы будем делать белком. Также белком мы будем делать края ушек и бровки нашего тигра. Итак, после того, как мы закончили работать с белками, мы приступаем к тертой моркови. И украшаем ей остальное все свободное место. Единственное, когда вы будете делать нос, его нужно делать объемным, чтобы он немножко выпирал вперед. Далее маслинами будем делать глазки. Внутрь глазок также добавим немного белка. А в серединку мелко нарезанные соленые огурчики. Край носа украшаем нарезанной мелко вареной колбасой. Затем оливками делаем форму носа и ротик. После того, как весь тигр будет покрыт уже натертой морковью, он приобретает совершенно другой вид. Поистине праздничный. Остается самые последние штрихи. Это полоски тигра на ушках и просто на голове. Сверху у нас получается от бровки одна и далее еще две полоски. От ушей. И еще три полоски у нас будет от глаз к щечкам. И все. На этом тигр готов. И уже сразу понятно, что это тигр. На украшение всего салата потребовалось минут 15. Это действительно очень быстро. И получится абсолютно у каждого. Ведь встречать Новый год с таким салатом уже индивидуально и оригинально. Третий наш салат будет называться «Особый случай». Салат у нас будет рыбный, потому что в нем будут присутствовать крабовые палочки и также тунец. А свежесть и легкость придадут свежие огурцы. И приступаем к подготовке продукта. Нам понадобится два копченых сырка. Каждый сырок у меня по 100 грамм. Это значит 200 грамм. У меня сырки с чесноком. Можно брать с грибами обычные, сливочные. Также понадобится одна упаковка крабовых палочек. Можно использовать крабовое мясо. Нарезаем мелкими кусочками. Также на крупной терке нужно подтереть один большой огурец. При этом не забыть, что жидкость нужно будет слить, чтобы в салате не было лишней влаги и жидкости. Также на крупной терке я буду натирать отварной картофель. И будем приступать к сборке салата. Первым слоем у нас будет картофель. Слегка его приминаем, чуть-чуть, чтобы он был ровным. И будем покрывать небольшим слоем майонеза. Вторым слоем выкладываем филе тунца. У меня он в подсолнечном масле. Можно выбирать просто в собственном соку. Каждый слой не забываем промазывать майонезом. Третьим слоем не забываем выкладываем копченые сырки. Четвертым слоем выкладываем крабовые палочки. И снова промазываем майонезом. Можно использовать сметану. Далее идет у нас слой из огурцов. Последний раз промазываем. У нас будет сейчас последний финишный слой. И он будет у нас из сыра. Я использую уже потертый сыр. Можно натереть самим на терке. После того, как выложили сыр, слегка немножко ладошкой его придавливаем. Чтобы после того, как вы будете его доставать, он у вас не рассыпался. И даем ему немножко постоять. На салат немножко постоял. Сейчас его будет очень просто и легко вытащить из формы. И он не пострадает. Сверху, по желанию, можно что-то положить. Огурцы, горошек, зелень. Так что ваш салат будет выглядеть более привлекательно и интересно. За счет яркости цветов. На закуску мы будем готовить вот такие рулетики. Их можно делать как из кабачков, так и из цукини. Каждая наша полосочка будет обжариваться в яичном кляре. Яйцо делает кабачки и цукини немножко плотней. При этом делает и румяную, и красивую корочку. Я использую цукини. Буду нарезать их тонкими пластинками. Готовые пластинки выкладываем. Сейчас мы их посолим и дадим упустить сок. Посолив каждый кусочек, хорошенько его растираем. И оставляем минут на 10, чтобы цукини дали сок. Для кляра нам понадобится яйца и мука. Можно добавить немножко соли и перца. Цукини очень хорошо пускают сок, поэтому их нужно обтирать салфеткой. Обмакиваем в муке, затем в яйце. Обжариваем на масле до золотистой корочки. Выкладываем на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. И приступаем к начинке. Для начинки нам понадобится тертый сыр. Также мелко нарезанные помидоры. Зелень и чеснок. Нежную и сытную начинку прекрасно дополняет сочный помидор. И конечно же пикантный чеснок. Получается отменная начинка, которая прекрасно подойдет к цукини и кабачкам. Также нужно добавить либо сметану, майонез, либо вот я использую коктейльный соус. Что тоже прекрасно дополнит нашу начинку. Теперь остается только выложить начинку и свернуть. Начинки жалеть не стоит. Чем ее больше, тем вкуснее. Рулетики будут очень красиво смотреться на столе. Их очень легко подать на любой праздник. Сочные, красивые, отличная закуска. В преддверии новогодних праздников ко мне приходит все больше и больше интересных идей. Сегодня я приготовила Баум Кухен. Это такой торт в виде дерева. Получается он воздушным, нежным. Готовится он довольно просто. Разрез у него просто шикарен. Вкус начинки можно делать абсолютно любой. Также его плюс готовится он очень быстро. Посмотрите, какая текстура воздушная. Для его приготовления нам понадобятся яйца, разрыхлитель, соль, сливочное масло, мука, сахар, ванильный сахар, крахмал и также измельченные орехи. Для начала нужно белки отделить от желтков. После того, как вы отделили, приступим к взбиванию белков. Добавим щепотку соли и начнем взбивать. Когда белок начнет немного пениться, постепенно добавляем половинку сахара. И на больших оборотах взбиваем до устойчивых пиков. Пока наши белки взбиваются, я приступаю к дальнейшему приготовлению. Для этого мягкое сливочное масло нужно будет взбить с сахаром и ванильным сахаром, либо ванильным экстрактом. Должна получиться воздушная однородная текстура. Теперь добавляем яйца по 2-3 штуки в несколько приемов. Теперь миксер можно убирать в сторону, он нам больше не понадобится. Сюда добавим измельченные орехи, можно использовать любые. Я измельчила фундук. Также просеиваем разрыхлитель, кукурузный крахмал и муку. Замешивать тесто будет немного сложно, так как сейчас получится очень твердая текстура. Посмотрите какая. Но она изменится после того, как мы добавим белки. Белки у нас хорошо взбились до устойчивых пиков и в несколько приемов добавляем их в наше тесто. Вот такое тесто в итоге у нас получается. На застеленную пергаментную бумагу выкладываем тесто и размазываем довольно тонко. И выпекаем в духовке. Я выпекаю при 175 градусах примерно около 15 минут. Нужно ориентироваться на свою духовку. Теперь трубочку из-под пищевой пленки я заверну в пергаментную бумагу. На нее я буду заворачивать наш торт. Итак, первый уже корж у нас получился. Смазываем его любым абсолютно джемом, каким вам больше нравится. Я буду сегодня использовать малиновое, можно использовать персиковое, абрикосовое, какой душе угодно. И далее сворачиваем наш, можно сказать, пока что рулет на трубочку. Вот так вот завернули и оставили остывать. Ждем пока приготовится следующий. В сумме у меня получается три коржа. Все их нужно хорошо смазывать джемом. И продолжаем сворачивать. И продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы завернули наш последний слой Сейчас покажу, как я его вешаю На стаканы, чтобы не примялась ни одна из сторон, если вы положите на тарелку И оставляю это где-то на полчаса, чтобы он полностью остыл и сформировался После этого аккуратно вытаскиваю нашу трубочку За счет того, что она в пергаментной бумаге, это не заставит никаких трудов Отрезаем лишние неровные края И режем наш рулет пополам Вот такие деревья у нас получились Для украшения я смешала обычный молочный шоколад и молочный шоколад с воздушным рисом Воздушный рис за счет своей неровности придаст нашему дереву неровные текстуры И тем больше он будет похож на дерево Итак, вот я смазала шоколадом Теперь я отправляю в духовку на часа два Два часа прошло, наш торт хорошо пропитался Шоколад застыл Выглядит потрясающе, отличный разрез Торт получается совершенно неприторным И тем более за счет того, что в бисквите очень много орехов Он безумно ореховый Плюс ягодной начинкой Это очень вкусно и это стоит попробовать Удивляйте своих гостей красивой и оригинальной подачей В Германии в основном продают этот торт только перед рождественскими праздниками Поэтому я делюсь от всей души с вами Желаю вам приятного аппетита Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео С вами была Лена Пока-пока!